Профсоюзные награды получают студенты и сотрудники медуниверситета, которые совмещают учёбу и работу в ковидных госпиталях. Всю пандемию, а не на передовых позициях и в красных зонах. Мы уже почти забыли в суете событий, но 20 марта 2020 в Ростове начал работу Центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции. И там тоже работают волонтёры медуниверситета. И с тех пор он работает 24 на 7, и днём и ночью там находятся наши студенты-ординаторы вуза, которые могут ответить практически на любые вопросы медицинские, с которыми обращаются наши жители области и города. С самого начала пандемии я оказываю медицинскую помощь на должности медицинского брата в моноинфекционном госпитале клиника диагностического центра здоровья в отделении анестезиологии и реанимации. Смена это сутки. Мы заходим в красную зону два раза по шесть часов, то есть шесть часов работаем, шесть отдыхаем и опять. В Ростовском медицинском университете объединённая первичная профсоюзная организация – одна из крупнейших в России. В ней больше 18 тысяч человек. Главная задача профсоюза – это не спасать того, кто попал в беду, а создать такие условия, чтобы этот человек в беду не попал. Мы в сентябре приняли новый коллективный договор. Там прописано всё, что мы можем делать для членов профсоюза, и финансовые выплаты, и так далее, и так далее. Целый ряд обязательств. Вот именно это социальное партнёрство является тем самым стержнем, на котором сейчас держится всё профсоюзное движение. И именно оно позволяет заключением этих коллективных договоров и соглашений защищать, законодательно защищать наших работников. Председатель профсоюза работников здравоохранения осмотрел клинические подразделения ВУЗа, включая Центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова